в поселке бугры или в области произошло а значит засыпала рабочего каждый день такой может быть каждый день засыпает каких-то рабочих каждый день какие-то оси там не говорят вот может быть это интернет интернет уже сколько 30 лет понятно что в такой фазе в который мы его сейчас видим с новостями ну пусть это последние 10 лет все равно 10 лет такого не видели есть футбольные ворота падали там там был интернет не было интернета мы все равно это установали очень легко сейчас посмотреть и когда-то эта волна прекратила сейчас весны пошла заново то есть каждую неделю опять падают футбольные ворота дают ребенка кого-то убивают кого-то делают инвалидом и так далее но ведь этих то вещей не был сейчас они полным ходом поферли голый мужчина опять бегал в приморье блин как они голые то откуда они взялись то может это какая-то эта секта да секта голых опять женщина ковид положительная выкинулась из окна воронежской больницы опять лось его целая лента и где-то и в сыктывкаре на трассе сыктывкар чебоксары засандалили какого-то лось и еще там где-то в общем везде по всем по всей центральной россии по всему северу сбивают лосей раньше на машины вставили кенгурятники потом запретили а теперь наверное надо ставить лосятники то есть такие чтобы еще и крышу прикрывали да ну там что вы понимаете что это не закончится пока есть машины или есть лось и теперь это будет продолжаться потому что такая волна до в одну секунду не должна закончиться это будет продолжение банкета вот видите пассажир 73 года рождения получил закрыть черепно-мозговую травму с трясения рвану рану лица ну и прочее 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 потому что когда сбивает лось залетает в машину а там уже выручай родимые покупатели подмосковного логнит разбили в кровь лицо из-за подозрений в краже о как теперь бывает до двое мужчин заперли в подсобке а потом отлупили дубинкой помните кадры где чернокозы в соединенных штатах кранут из магазина там какую-то технику кто чем может кто микроволновку кто там какую-то музыку тащит да а охранник стоит и смотрит на это почему потому что карается только хищение более чем на тысячу долларов а если менее то даже не встревать так вот и здесь а здесь сразу в харю в ленобласть на железной дороге погибли трое пенсионеров да не только в ленинградской области сейчас грязь а раз грязь значит огромные человеческие жертвы на железной дороге люди идут по полотну чтобы в грязи не купаться переходит железную дорогу да видите все 91 летний житель семи семилетние да еще пьяный 83-летний то есть старичек идет куда они пойдут по грязи который вот так нет конечно они пойдут по полотну железной дороги ну дальше вы сами знаете в алексе все не уставили причину и по которой из кранов жителей текла кислотная вода сказали приехал комиссии посмотрели мы сказали что они сами виноваты такая вода течет потрясающая ситуация обследование домов на предмет незаконных вырезок продолжается образужной перемычки каждые перемычки там обнаружили поэтому вода такого цвета чем через перемычки такую херню что они входит полиция установила личность подозреваемые жестокого убийстве трех студенток в городе гай оренбургской области двадцати девятилетний ранее судимый экскурс лазарев вот его теперь разыскивают 1 миллиона рублей награду а верни его разыскивали задержан при попытке угона машины а теперь он впал в кому потому что якобы он или симулирует это удивительно да как можно кому симулировать или значит он что-то там сожрал а еще говорят что до этого девушек опоил каким-то снотворным но видите картина не очень вяжется что же он опоил снотворным и та девушка на улице упал и умерла то есть не умерла потерял сознание пошел ее там зарезал на улице а зачем это бессмыслица какая и как и почему она там упала чушь собачья то есть и те та картина которую мы видим она противоречит той версии которую сдвигают полицейские полностью противоречит да когда осматриваешь место происшествия да такие вещи называются негативные обстоятельства например я вам приведу самый простой который всегда приводит студентам юристам лежит труп труп горло перерезан и ни капли крови рядом ну и трупа без крови куда бы делась кровь понятно что его где-то другом месте зарезали притащили и бросили это называется негативные обстоятельства который противоречит тому той картине которую ты видишь или той картине которая описана один вот это противоречит очень сильно противоречит поэтому я буду но не буду комментировать пусть они там всех найдут всех поймают пусть этот придет в себя даст показания там чтобы они могли провести проверки показать на месте потому что если он умрет он сейчас коме находится то у меня очень серьезные подозрения на отчет очень серьезный то есть я тогда не буду думать что это был убийца ну потому что совпадение очень странный хотя я не исключаю что это убийца не не исключаю